руками, облегающих колготках. Эта группа девушек находилась в святом месте на селье и амбоне пред царскими вратами. Совершала действия, глубоко оскорбляющие чувства верующего человека. Прыгали высоко, поднимали ноги, трясли головами и одновременно с этим выкрикивали какие-то фразы, которых она не разобрала. В огороженной от посетителей части храма перед амбоном рядом со ступеньками стояли фотографы и фотографировали действия этих девушек. Действия девушек являлись кочунственными святотатственными, оскверняющими храм. Она, Аносова, как верующий человек, была оскорблена этими действиями и решила незамедлительно их прекратить. Она видела, как охранники пытаются вывести девушек с амбона, однако у них это не получилось. Девушки вырывались и перемещались по селье. Она обратилась к православным посетителям с просьбой помочь охранникам прекратить эти действия. Она видела, как двое мужчин-посетителей и один сотрудник фонда храма Христа Спасителя Винограда пошли в сторону сельи для того, чтобы прекратить эти действия. Помимо танцев, задирания ног, девушки садились на колени и крестились спиной к лотарю, находясь на амбоне. Данный факт очень глубоко оскорбил ее, как православную верующую. Она подбежала к золотой ограде, идущей вдоль амбона, и попыталась остановить девушек. У девушек были короткие платья, поэтому, когда они делали поклон, имитируя крестопоклонение, их платья задирались. Девушки перекрикивали друг друга, но конкретных слов Аносова не слышала. Нормальное функционирование храма было нарушено. Прихожане хватались за сердце, плакали. Действия девушек глубоко затронули ее религиозные чувства и религиозные чувства верующих. Фактически эти чувства были оскорблены. В интернете она видела клип. Клип не соответствовал тому, что происходило в храме Христа Спасителя. Песня из клипа не звучала в храме Христа Спасителя. Политических мотивов она не слышала. Чувства верующих храм были осквернены. Аносовой причинили моральный вред. Она общалась с духовником, ходила на исповедь. Извинения подсудимых не искренние, Аносова их не принимает. Потерпевший Шилин в судебном заседании показал, что он православный верующий и церковный человек. Соблюдает посты, праздники, участвует в церковных танцах, в богослужениях. Соблюдает все каноны и обряды православной церкви. Он работает в черт-колокол А, который занимается охраной комплекса Храма Христа Спасителя. В его служебные обязанности входит охрана территории Храма Христа Спасителя. Осуществление пропуска прихожан в кафедральный собор Храма Христа Спасителя. Недопущение нарушения общественного порядка, а также принятие мер к выдворению из Храма лиц, нарушающих общественный порядок и правила церкви и Храма. При входе расположена памятка о правилах поведения в Храме. 21 февраля 2012 года, в 10 часов, он заступил на службу по охране Храма вместе с Белоглазовым, Потанькиным и Костенко. Примерно в 11 часов, он заступил на пост у входа в Храм у рамки металлоискателя. Примерно в 11 часов 20 минут, он услышал крики о помощи. Одновременно с этим, он услышал по рации позывной о необходимости войти внутрь Храма. Он и Потанькин вбежали внутрь Храма, и он увидел, как несколько девушек в разноцветных масках с прорезями для глаз и рта в платьях с открытыми рукавами находятся рядом с алтарем на солье, что запрещено церковными правилами. Девушки вели себя вызывающе, кривлялись, кричали непристойные слова в адрес Бога, что-то про Богородицу, хаотично махали руками и ногами. Были только непристойные выкрикивания, политических высказываний не было. Поведение девушек и их одежда не соответствует церковным правилам. Их действия Шилина унизили, оскорбили, морально травмировали. Рядом с девушками стояли лица с фотоаппаратами и видеокамерами, которые снимали все, что происходило на солье. Прихожане возмущались, плакали. Он прошел на солью и изъял из рук одной из танцующих микрофон и звукоусиливающую работающую аппаратуру, которую она готовила к использованию. Из аппаратуры доносилось шипение, она была подключена. Все изъятое он положил в ящик у входа в храм и вернулся в зал для того, чтобы продолжить удаление нарушителей общественного порядка и церковных правил. На солье уже никого не было, и на встречу ему ушли девушки, которых выводил Потанькин и Белоглазов, а также другие служащие, храмы и прихожане. В это время неизвестные лица, несмотря на запреты, осуществляли видео и фотосъемку. Поведение девушек было агрессивным, вызывающим Белоглазов вызвал полицию. Эти действия глубоко затронули его религиозные чувства. Данные действия направлены на явное презрение к православным обычаям и традициям, вражду к православным верующим. Он до сих пор находится в расстроенных чувствах от этих действий, которые врезались в память и глубоко затронули основные духовные, моральные, святые для него и всех верующих ценности. Действия девушек он воспринимал как осквернение храма. В интернете он видел клип, ролик был смонтирован, он не соответствовал происходившему в храме, на ролике была музыка и песни с политическим содержанием, в храме песни не было. Шилину причинен моральный вред, извинений подсудимых не искренне, он их принять и простить не может. Потерпевший Потанкин в судебном заседании показал, что он верующий человек, соблюдают все церковные правила, посты. Он является охранником храма Христа Спасителя, в его служебные обязанности входят охрана комплекса храма Христа Спасителя, обеспечение безопасности, пропуск прихожан, недопущение нарушения общественного порядка. При входе расположена информация о порядке поведения прихожан в храме Христа Спасителя. 21 февраля 2012 года он находился на службе в центре храма. Примерно в 11 часов 20 минут он услышал крики о помощи, на пост подбежала свечница и сообщила о том, что в храме происходит что-то очень плохое. В храме к этому времени уже было около 50 посетителей. Применение фото и видеокамер в храме запрещено, охранники об этом предупреждают. Потанкин пошел в центр зала, в храме и увидел группу девушек, примерно 4-5 человек, которые находились на солье рядом с алтарем. Они громко кричали, махали руками. Белоглазов пытался вытеснить с солья одну из девушек, Самуцевич. Самуцевич была без маски. Потанкин и Белоглазов вывели Самуцевич к выходу из храма Христа Спасителя. Потом Потанкин вернулся к рамке металлоискателя. Сразу же стали выводить Алёхину, её выводил в виноградов. Потанкин доложил старшему о ЧП в храме. Был вызван наряд полиции. Действия девушек его оскорбили. Это было кощунство, мракобесие. Нормальное функционирование храма было нарушено. В интернете он видел клип, который сопровождался песней. В храме песни не было, политических лозунгов в храме он не слышал. Действия девушек ему причинили моральный вред, однако с исковыми требованиями он обращаться не будет. На предварительном следствии потерпевший Потанкин показал, что по вере он является православным, относит себя к верующим людям. С августа 2010 года он работает в ЧОП «Колокол А», который занимается охраной комплекса Храма Христа Спасителя. В его служебной обязанности входит непосредственная охрана указанной территории, пропуск прихожан в храм, одетых и ведущих себя в соответствии с установленными правилами храма и церкви, недопущение на нарушение общественного порядка и принятие мер по выдворению из храма лиц, нарушающих общественный порядок и правила церкви и храма. 21 февраля 2012 года в 10 часов он заступил на службу по охране верхнего храма вместе с Белоглазовым, Шилиным и старшим охранником постов верхнего храма Костенко. Примерно в 11 часов он заступил на пост у входа в верхний храм у металлоискателя в виде рамки. До этого он находился в зале, каждый час охранники обменяют свои посты. С 11 часов до 11 часов 20 минут людей, прихожан, прошедших в храм было не более 50 человек, поэтому он достаточно хорошо всех осматривал. Видел электронную гитару, которую пронес молодой человек. Гитара находилась в закрытом чехле за спиной, запрета на пронос музыкальных инструментов в зачехленном виде нет, за исключением габаритных музыкальных инструментов. В указанный период времени прошло более 25 прихожан женского пола разного возраста, были и молодые. Все прошедшие досмотры, допущенные в верхний храм, были одеты в соответствии с правилами посещения храма. Кроме того, было немало людей, прошедших с видеокамерами и фотоаппаратами. Такие люди были пропущены в связи с тем, что видеокамеры и фотоаппараты были в зачехленном виде, а это не запрещено. Они были им предупреждены на английском и русском языках о том, что не разрешается фотографировать и снимать видео внутри храма. Примерно в 11 часов 20 минут он услышал крики о помощи. В частности, работницы храма кричали «Охрана на помощь!» Он попросил одну из сотрудниц храма, которая как раз и звала на помощь, подменить его на посту. Он и Шилин сбежали внутрь храма, и он увидел, как несколько девушек в разноцветных масках с прорезями для глаз и рта, одетые в нарушение церковных правил, в платье с открытыми руками находятся рядом с алтарем на солье, что также запрещено церковными правилами. Указанные девушки вели себя вызывающе, кричали какие-то слова, хаотично махали руками и ногами, пританцовывали и приплясывали. Эти девушки нарушали все мыслимые и немыслимые общепринятые правила. Данные действия его шокировали. Такое неподобающее поведение оскорбило его чувства православного верующего, а также чувства православных граждан, которые просили прекратить хулиганские действия. Когда он подбежал к танцующим девушкам, некоторые из них были уже без масок. Кто их снял, он не знает. Он взял за руку неизвестную ему кричащую и машущую руками девушку, которую попытался вывести охранник Белоглазов. Указанная девушка была уже без шапки. Вместе с Белоглазовым они вывели указанную девушку из зала Храма Христа Спасителя и оставили у входа перед металлоискателем. Впоследствии данной девушкой оказалась самотерия. Затем свечница поспешила обратно в зал, а он остался на посту у схода в храм и видел, как остальных девушек, участниц этого мракобесия, выводили из храма. Указанные девушки стояли перед металлоискателем и обратно не пытались зайти. Через какое-то время он потерял их из виду, так как поток прихожан не прекращался. Храм не закрывался, и он стал заниматься непосредственно своими обязанностями. В интернете он видел клип, содержащий вышеуказанные, нарушающие церковные правила и оскорбляющие чувства верующих действий девушек. Действия вышеуказанных девушек, совершенные в Храме Христа Спасителя, а также видеоклип с текстом, так называемые песни, содержащие фрагменты этих съемок, являются оскорбительными для его чувств православного верующего, в связи с чем ему причинен моральный вред. Продолжение следует...